Юль, расскажите вы теперь чего и как, потому что вот как раз больше информации, чем из Турции разношерстной, не приходит ниоткуда. То Даган что-то отменил, то с 20-го числа сейчас прямо вот рейсы уже запустили, потом говорят, не, ничего не запустили, а народ-то уже все, вот только ждайте, билеты же будут покупать, даже если и билетов-то этих еще нет. Да, действительно информация разношерстная, если я с самого начала очень сильно следила за новостями, то сейчас уже немножко расслабилась и так уже попозже начинаю их читать, чем они выходят. Ну вот, ну что касается рейсов и ожидания людей, то есть действительно все соскучились по Турции, соскучились по морю, у нас вот сегодня 40 градусов тепла. А раз в четыре, а раз в четыре, так что нормально, почти как это самое. Да, ну тут мы, конечно, очень сильно зависим от политики других государств. Конкретно наша компания работает с русскоязычными клиентами, мы зависим от того, когда полетит к нам аэрофлот, когда полетят украинские авиалинии и так далее. То есть Даган может что-то открыть, что-то закрыть, но наш бизнес полностью зависит от других личностей и от других ситуаций в других государствах. Ну вот у вас что сейчас происходит? Потому что, ну вот, с Ураза Байрам, да, сейчас с этим были некие непонятности, да, как что происходит? Вот, пожалуйста. С чем были непонятности, я не понимаю. Как во время праздников будут? Закрыты мы будем во время праздников, то есть нам нельзя будет выходить, и даже до этого Анталию открыли, ну, соответственно, и Аланию, потому что нам принадлежит Анталия. Вот, мы уже везде гуляли, не считая детей и людей старше 65 лет, но на этот Байрам вся Турция будет под запретом выхода на улицу. Ясно. Как проходит сейчас, вот, хорошо, там два месяца прошло, если сравнивать ситуацию, там, 1 марта и 19 мая. Давайте сначала взгляд ваш как агентство, то есть что люди спрашивали тогда, что люди спрашивают сейчас. Ну, вы знаете, да, повторюсь, я работаю в основном с русскоязычными людьми, соответственно, я вижу их заявки, да, до вот этого всего кризиса, то есть заявки были обычные, были люди, которые хотели виллу за 20 тысяч евро, да, были достаточно адекватные запросы, там, до 100 тысяч и выше. Вот, сейчас я смотрю на заявки и, конечно, вижу, что, в общем, большинство клиентов мечтают о каком-то просто невероятном снижении цен, и большинство думают, что турецкий бюджет очень сильно зависит от туризма, это не совсем так. Вот, поэтому заявки приходят очень странные, то есть большинство, я даже не смотрю, не открываю, там, вроде виллы в Кемере за 20 тысяч или за 25 тысяч евро. Вот, ну, я просто их просматриваю и все. Рекламу мы снизили, поэтому, соответственно, поток заявок тоже снизился, снизили бюджеты, но могу сказать, по тем клиентам, которые уже наши-наши, которые уже купили, пожили, либо несколько лет подряд отдохнули, их запросы поменялись сильно. Во-первых, до этого они даже не планировали какой-то второй объект недвижимости, да, покупать. Сейчас они планируют, и в основном это, конечно, виллы, либо дома с участком. Это прямо сейчас вот тренд. Для себя любимых? Для себя любимых. Для себя любимых. Хорошо. Ну, а теперь посмотрим с другой стороны, то есть, опять же, ваш взгляд на то, как ведут себя сейчас продавцы. Вот они, как они вели себя там 1 марта, да, как они ведут себя 19 мая. Отдельно давайте о первичке, отдельно давайте о вторичке. Угу, хорошо. Ну, во-первых, я хочу сказать, что строительство у нас не прекратилось вообще. Более того, даже когда были дни в той же Алании, где много достаточно строительства, вы знаете, когда были дни запрета выхода на улицы, стройки все равно работали каким-то образом. Вот. Поэтому, что касается первички, все идет, как шло раньше. Цены никак не опустились, но и не поднялись. Есть новые проекты с очень высокими ценами. То есть, те проекты, которые собирались там строиться, да, они собирают все нужные там разрешения, лицензии, бумаги, они будут строиться. То есть, ничего нового, какого-то другого от той ситуации, которая была до кризиса, я не вижу вообще, что касается первичного рынка. Что касается вторичного рынка, да, здесь можно говорить о небольшом падении цены, но почему? Потому что у нас упала лира. Как в России упал рубль, так в Турции упала лира. И если продавец изначально продает в лирах свою недвижимость, то, соответственно, в евро там можно говорить о снижении на 10-15%. Но сейчас лира опять начинает подниматься. То есть, по факту, вот такие объекты интересны тем покупателям, которые готовы пойти на сделку онлайн. Вот так вот. И я вижу, что большинство агентств, они стараются вот как-то, в общем, увеличить этот спрос, делают там онлайн обзоры и так далее и тому подобное, и пытаются закрыть сделку онлайн. Но я бы не советовала работать онлайн со вторичкой в Турции. То есть первичкой окей, со вторичкой все-таки лучше приехать и посмотреть самим. Если мы говорим о том, что продают с большей охотой и с определенными скидками, все-таки это такое старое жилье, перспектива которого не совсем понятна или нет? Да, я бы хотел сказать, что у нас как-то вот два месяца было вообще очень глухо на рынке с какой-то вторичкой. То есть если до этого постоянно отовсюду появлялись какие-то предложения, тут вот все прям замолчали, затихли, как вы говорили, в общем, все как в тумане. Вот, сейчас начали появляться предложения, прямо очень дешевые есть, да, но я сама часто выступаю как инвестор, я сама вкладываюсь в турецкую недвижимость, когда я приезжаю и смотрю для себя эти очень дешевые предложения, я вижу, что это не то, что бы я хотела вложиться. Потому что что? Нет, вы же вкладываетесь тем, чтобы каким-то образом заработать, а вы из какой схемы исходите? Из аренды или из возможной последующей продажи? По-разному, по-разному. То есть если это какой-то очень интересный объект, с которым мне потом жалко было бы расстаться, то это аренда. Вот, если это какая-то очень низкая цена на хороший объект, то это, конечно, перепродажа. Так, в принципе, все агенты у нас здесь и зарабатывают. А вы допускаете для себя, в принципе, возможность купить сейчас какой-то объект на вторичке в Турции, чтобы он в ближайшее время вдруг начал расти в цене? Да. А что это такое может быть, даже интересно? Что это за место, за регион, за тип недвижимости? Ну, это может быть как Алания, так и Анталия, но мы работаем в Алании, в Анталии, у нас два офисы, в Ростамбул и другие города, я ничего не расскажу. Вот. Это, может быть, опять-таки люди, которые не справляются с кредитами сейчас, например. Да, и банк продает их недвижимость. То есть такие варианты бывают очень интересными. А, то есть это те объекты, которые просто изначально стоят дешевле, чем по рынку, и поэтому они поднимутся в цене. Да. Просто видите, окей, и когда вы говорите о росте цены, вы говорите о росте цены в какой валюте? Евро. А, то есть все-таки, потому что недвижимость, динамика ценна в Турции, в лирах и в евро, она очень часто бывает совершенно... Очень сложно, действительно, очень сложно проследить и выступить как эксперт и сделать какой-то анализ, потому что мало того, что, в общем, сейчас мир переживает кризис, который он не переживал никогда, это первое. Второе, наш бизнес очень сильно зависит от других государств. И третье, лира, она скачет, и поэтому вот какую-то такую светлую дорогу для будущего инвестора нарисовать очень сложно, на самом деле. Несколько фраз прошла новость у нас, ну, изначально эта новость прошла не у нас, она прошла в турецких СМИ, мы, собственно, ее честно перевели, честно поставили ссылку на первоисточник. Были опрошены представители риэлторского бизнеса, и они сказали, что вот апрельский спад явления временное, это только несколько крупных застройщиков, продажи и поток инвестиций наберут обороты уже летом 2020 года, ваше ощущение? Ну, я повторюсь, что наш рынок, вот Алания и Антария, очень сильно зависит от того, когда к нам полетят туристы и потенциальные покупатели из России и из Украины и из Казахстана. То есть мы полностью зависим от этого. И также застройщики, они тоже полностью зависят от этого. То есть все, конечно же, надеются, турки вообще оптимисты, о том, что вот лето будет открыто. Я надеюсь хотя бы на осень. Ясно. Скажите, ну, я понимаю, что вы работаете, да, с русскоязычными, а внутренний спрос, вот он сейчас может каким-то быть, особенно в курортных направлениях? Потому что вы сказали, что, например, продавцы, да, тут турки могут активизироваться, а покупатели, и они не увидят здесь какие-то шансы, и не будут ли они теми самыми конкурентами, которые в ту или иную сторону подвинут рынок? В какой-то мере они будут конкурентами. Более того, вот официальная информация турецкая, в новостях об этом много говорили, что у жителей Анкары и Стамбула очень повысился интерес именно в курортной недвижимости, обязательно с большим балконом квартиры, либо квартиры с выходом в сад, то есть это расположено на первом этаже здания, либо какие-то дома. То есть на такую недвижимость будет какая-то конкуренция, и цены в лирах на эту недвижимость официально повысились. Такой еще, нет, еще один фрагмент этой новости, что за первые 4 месяца в стране, ну, было продано там почти 400 тысяч единиц жилья, это мало о чем говорит, но из них почти 150 тысяч были приобретены в ипотеку, и вот тут рост гигантский, ипотека выросла почти в полтора раза. Каким-то образом вы это чувствуете, что это означает для потенциальных покупателей, может ли это каким-то образом им помочь, или все равно ипотека это не про них. И следующий момент, ну, вот так же Болгария, например, позапрошлом году первый раз зафиксировали очень сильное влияние внутреннего рынка на курортную недвижимость, потому что ипотека, потому что открыли доступ к дешевым деньгам местным жителям, и они стали покупать, потому что до этого покупали иностранцы. Да, действительно, ипотечный кредит, он стал гораздо дешевле, то есть мы доходили там за последние 2 года аж до 20% годовых в лирах, часто 10% годовых. Если мы говорим о евро и долларах, это 6% годовых. Вот, может ли иностранец брать ипотеку? Да, и очень много запросов, и очень много у нас практики именно с такими сделками, то есть банки достаточно охотно дают ипотеку иностранному покупателю. Ну, и опять-таки про рынок, то есть мне кажется, на определенные объекты, конечно, турки могут сделать конкуренцию какую-то иностранному покупателю, но на определенные объекты. Это, скорее всего, будет вторичка, это, скорее всего, будет что-то вот достаточно простое. Да, наши покупатели все-таки часто любят красивые комплексы с очень хорошей инфраструктурой. Турки, они выбирают надлежность попроще. А расскажите, вот, все-таки еще несколько об ипотеке, какие там все-таки базовые условия, потому что, ну, в Турции же много такого бюджетного жилья, даже на курортах, вот 30, 40, там, 50 тысяч евро. Это тот объект, на который ипотечный кредит получить реальный, и какие будут условия, хотя бы примерно, что это может быть? Да, конечно, реально получить, но, единственное, изначально заявляется, что первоначальный взнос должен быть 50%, да, и тут мы очень сильно зависим от оценочной стоимости. То есть, когда объект сам по себе простой, по факту банк вам даст не на 50% деньги, а, например, на 30. То есть, к этому нужно быть готовым. Вот. По поводу условий, у всех банков они разные, но все достаточно просто. То есть, вы должны показать, что у вас что-то есть на территории вашего государства, если это недвижимость, это вообще супер. Вы должны показать свой доход. Вот. Ну, и очень сильно, на самом деле, все зависит от того, какие у агента, либо у застройщика отношения с банком. То есть, часто бывает, кредит можно получить очень просто. Понятно. Окей. Юль, давайте тогда перейдем сейчас к тем объектам, которые вы выбрали для нашего сегодняшнего вебинара. Это у нас еще Испания, а вот это Турция. Да. Прямо вот тут вряд ли что-то выбрали, тут же все безумно дорого. Да. Давайте смотреть дальше. Пожалуйста. Юла в Чамьюве. Да. Вот даже не знают, вот честно. Это очень легко. Чамьюве это очень легко. Чамьюве это маленький поселок в шести километрах от Кемера. А. Это все равно первая-первая-первая линия? Нет, это не первая-первая-первая линия, это 300 метров от моря. Первая линия как в Кемере, так и в ближайших поселках занята отелями в основном, пятизвездочными, четырехзвездочными. Нет, я имел в виду, я имел в виду, что эра-поселок, он тоже выходит на какой-то своей частью на… Да, 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 да. Кстати, в Чамьюве пляжи даже интереснее, чем в Кемере, потому что они гораздо шире. Вот. Что касается виллы, вот тоже сразу хочу сказать, что в Турции все называется виллами. То есть какого-то разделения, да, там, как в России, тангхаусы, еще что-то. Нет, здесь все называют виллами. И здесь у нас представлен комплекс из двух сдвоенных вилл. То есть, по сути, в комплексе может проживать четыре семьи. И вот одна из половинок вилл, она продается. Почему я выбрала ее? Потому что здесь как раз сыграла роль того, что изначально цена была сказана в лирах. И получается, что на перерасчете она чуть-чуть опустилась. То есть изначально она стоила там 160 тысяч евро, а сейчас она 140 тысяч евро, да, 139. Вот. То есть это как пример того, что сейчас интересно нашим потенциальным покупателям. На что они обращают внимание. То есть вот эта история о том, что, ребят, мы хотели бы жить уединенно. Да. Да. Ну, то есть уединенно не в том смысле, что там вообще никого не видят, но всегда там, да. Ага. А вот скажите, территория, я правильно понял, что в таких объектах несколько входов, то, как, по сути, таунхаус в других странах, да, несколько входов в дом, но при этом территория, она сама по себе общая? Она сама по себе общая, да. То есть там есть зеленые зоны, есть бассейн. На фотографиях бассейн не налит, потому что фотографии зимние, наливают его летом. Да, зимние, по турецким фотографиям очень трудно понять, зимние и не зимние. Да, 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 да. Ясно. Сколько может стоить содержание такого кусочка в год и от чего он вообще зависит? Тем более, что если вы сказали, что там есть общий бассейн, значит, за территорией ухаживать-то точно надо и так далее. Да, да. Ну, я увидела уже ваши вопросы к другим выступающим, поэтому заранее подготовилась. По поводу данной виллы, если вы в ней не проживаете и не платите коммуналку, то у вас есть ежемесячная оплата за обслуживание и есть налог. В общем, это будет порядка тысячи долларов в год. Ну, а если проживаете, ну, там, соответственно, уже идут всякие радости. Это по счетчику, по-моему, да, по счетчику. По счетчику. Так, давайте смотреть и второй объект, который вы выбрали. Вот он совсем-совсем иного рода. Да. Это уже, ой, это Афсалар, это пригород Алании. Ой, Алании, да, это Афсалар. Алании, Алании, да, все верно. Это Афсалар, я его тоже почему выбрала, да, потому что здесь, конечно, объект очень будет многонаселенный, но сам Афсалар, если вы знаете, это такой очень-очень зеленый поселок туристический с очень хорошими пляжами, кстати. Вот, и здесь, конечно, интересна цена, но эта цена, она вот-вот должна повыситься, потому что, в общем, этапы стройки, они идут, идут очень быстро, и, соответственно, с каждым этапом цена повышается. Но сейчас заявленная цена на квартиру 1 плюс 1, то есть это кухня, совмещенная с гостиной плюс спальня, от 45 тысяч евро. И, опять-таки, по своим клиентам могу сказать, что есть достаточно много людей, которые вот просто очень готовы и ждут, когда самолеты будут запущены, прилететь и выкупить именно здесь квартиру. Вот, объект здесь очень интересный еще своей инфраструктурой, потому что здесь есть все, что только можно, то есть там и спа, и два открытых бассейна, и подогреваемый бассейн, и детские площадки, и боулинг, и так далее, и тому подобное. Точно такой же объект, если его перенести, например, в Аланию, да, или в Аланийский район, Махмут Лаб, там уже 1 плюс 1 будет стоить там, ну, порядка 80 тысяч евро, 70-80. Ну, смотрите, у нас параллельно идет трансляция в Фейсбуке, видимо, кто-то из тех, кто вас знает, сделал вам совершенно неприкрытый комплимент. Да. Это Диана, наверное, Диана Бузова. Диана Бузова, вы видите, что делает чудеса, вы ее не видите, а она вас видит. А все-таки, вот на самом деле, я просто помню, я в свое время еще как турист, год трехсотлетия Петербурга, то есть аж в 2003-м жил в Авсаларии, для меня было с откровением в прошлом году, когда тоже побывал в Турции, насколько там все разрослось, то есть там все-таки, ну, он же был совсем такой, был остелочек, и все эти комплексы там довольно далеко. Да, очень быстро все растет на самом деле, да, комплексы. Я, кстати, раньше до кризиса совершенно не рекомендовала покупать недвижимость в Авсаларии для тех клиентов, у кого цель сдавать в аренду. Но сейчас вот самой очень интересно посмотреть, как будет меняться рынок аренды. То есть очень может быть, что как раз такие поселки малонаселенные, зеленые, как Авсалар, они даже будут пользоваться большей популярностью, чем центр Алании. А до какого кризиса вы имели в виду? Вы имеете в виду до текущего вот этого? Да, да, да. А почему, почему так, ну, вот опять же, вообще с точки зрения там выбора места, Алании это один из, для меня лично, один из самых таких непонятных квестов, да, там всякие оба, кестель, где, чего, куда, они вроде похожи. Понятно, что кому-то что-то может нравиться, но с другой стороны, как турист, ты далеко не все успеваешь посмотреть. Вот опять же, Авсалар все-таки это же деревня, вымирающая зимой или нет? Да, это деревня, вымирающая зимой, абсолютно, то есть если там сдавать квартиру, то это только летом сдавать. А можете ли вы назвать какие-то районы, которые могут быть интересны в краткосрочную аренду, но так, чтобы и круглый год, ну, если мы говорим про Аланию, или все-таки вся Алания, она такая, не зимняя? Ну, нет, она не такая на самом деле, знаете, часто вот эта аренда круглый год, то есть зимняя аренда, да, она может зависеть даже не от района, а от того, что есть внутри комплекса. То есть когда комплекс как пятизвездочный отель, да, мы можем там гарантировать какой-то процент заселяемости зимой, но и сто процентов, сто процентов нет. Вот вы сказали, что стройки не останавливались. Ваше ощущение, сколько сейчас вот этот год, насколько сильно начинают строить в Арландии? Сколько новых проектов сейчас появляется? И вот то, что вы показали, вот такого уровня, такого масштаба, это десятки, сотни? Нет, это точно не сотни, более того, что вот сейчас наша компания получает лицензию как застройщика, и мы очень бы хотели строить в Алании, но найти хорошее место, вот то, что у нас началось там 4 года назад в Анталии, когда строить просто негде, да, постепенно эта ситуация, она приходит в Аланию. То есть мы находимся между морем и горами, и все, в общем-то, да, горы резать никто не будет. Вот, поэтому десятки, десятки из них хороших единиц на самом деле. То есть если вы приедете в тот же Махмутлар, вы будете видеть кучу строек, но нужно знать внутреннюю кухню, конечно, что из них действительно можно покупать, что не стоит. А не стоит, кстати, сейчас покупать по какой в первую очередь причине? Не достроят, потому что? Да нет, просто нет, нет, это никак не связано с сегодняшней ситуацией абсолютно. Просто нужно всегда смотреть на готовые объекты того же застройщика, вот самые свежие. В принципе, причины, они будут на лицо. Понятно. Да. И сейчас сейчас и дефицит земли такой сильный, что часто проекты становятся очень странными. То есть делают, например, спальню там без окна, например, в квартире один плюс один. То есть я уже вот видела два таких проекта за последнее время. Ну, для Турции это очень странно, но даже это продается. Окей. Ну и скажите тогда, вот вы в середине нашего разговора, мы с вами разговаривали о виллах. Да. О том, что тот спрос, который изначально заявляется как европейский, такая тенденция, люди не хотят жить в муравейниках, как бы уютно эти муравейники не были, они ищут для себя что-то вот этакое. Но комплекс вилл на Анталийском побережье это безумная редкость. Отдельно стоящие виллы, а еще чтобы, ну, вот такой именно средней ценовой категории, не старый домик и не что-то элитное на склоне у башни, да, а вот средний, это безумный дефицит. Так ли это и как новостройка, можно ли здесь на что-то рассчитывать? Ну, если рассчитывать как новостройка, и средняя цена очень сложная на самом деле, то есть есть интересные новые проекты комплексов, очень больших комплексов вилл, они находятся в Белеке, но изначально цена там на первую стадию строительства заявлена очень высокая. Как то? Миллиона евро. А сколько там вилл? Там несколько десятков, там небольшой. Нет, ну, это большой, по нашим меркам это большое, несколько десятков, это много, да. Ну, то есть совсем такая особая, да, причем это тоже не первая линия, это куда-то, ну, или наоборот? Это не первая линия, а найти на нашем побережье виллу на первой линии невозможно, к сожалению, потому что там либо отели идут, либо даже если земля за отелями застройщику гораздо выгоднее построить там столько этажей, сколько разрешено муниципалитетам, он будет строить их и получать за это больше денег, будет продавать квартиры. Вот. Поэтому по факту, если человек хочет виллу и при этом не планирует пользоваться автомобилем, да, во время своего проживания, это Белек либо Кимер. Если хочется что-то с красивым видом на море, это может быть Алания, но там нужна будет обязательно машина. По поводу запросов более-менее адекватных на виллы, которые мы можем как-то удовлетворить, то есть я понимаю, что я сейчас отправляю фотографии, там информацию и так далее, но также я понимаю, что когда человек приедет смотреть там виллу за 150 тысяч, например, в Алании, ему она либо не понравится, либо он поймет, что это все очень далеко от инфраструктуры. То есть хорошие виллы, они Белек либо Кимер. Окей. Юль, ну и тогда в заключении, наверное, уже все-таки, вот какую бы стратегию вы бы предложили выбирать, тем более, что, ну, к сожалению, не знаем, да, не говорят там, когда лететь можно, а те цифры, что говорят, они нуждаются в безумном количестве подтверждений. Ваше ощущение в евро, в долларах, ценовая динамика ближайшего полугода, число сделок ближайшие полгода на турецком побережье, какие здесь параметры есть, на что стоит ориентироваться? Вы знаете, я когда слушала других выступающих, я думала, а может эксперт, честно сказать, я не знаю, или не может. Ну, по поводу того, что делать там потенциальному инвестору, мой совет такой, то есть если вы что-то уже видели на первичном рынке, либо знаете застройщика и другие его комплексы, онлайн покупать можно. Покупать вторичку, которую якобы там вдруг очень сильно подешевело, и только сейчас покупайте. Если вы ее сами не видели, я вам, честно, не советую. По поводу числа сделок, ну, я думаю, что число сделок не будет сильно отличаться от докризисной ситуации. Почему? Потому что знаю, что очень многие люди хотят вывозить деньги из своей страны. И так как в Турции цены не такие, как в европейских странах на берегу моря, я думаю, что Турция будет популярна. Опять-таки вижу это по своим уже случившимся клиентам. Вот. По поводу цен очень сложно. То есть здесь мы напрямую зависим от рейсов. Если там в июле, в августе полетят самолеты из России с Украины, цены останутся прежние. Если же все это пройдет и так пройдет у нас осень, то, конечно, на вторичку как минимум цены будут снижаться сильно. Окей. Дорогие друзья, Юлия Гаевская, директор по продажам компании Вилла Анталия. Контакты компании Вилла Анталия перед вами. Объекты вы видели. Юль, спасибо огромное. Спасибо большое. Болейте там тоже, потому что в этом смысле вот чего-чего, а информационной стабильности в Турции нет. То говорят, что открывают, еще раз повторю, то говорят, что не открывают. Ну, будем надеяться, что все. Зато у нас в Наталье нет заболевших новых практически совсем. Слушайте, ну, мы за вас очень рады. Дай бог, чтобы всем было так. Юль, спасибо огромное. Спасибо огромное. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok